Бодрого здравия! С вами Сергей Добровода. Меня часто спрашивают, какой окистительный восстановительный потенциал ОВП в природных источниках воды. Некоторые свои измерения представляю вашему вниманию. В мире еще есть места с первозданной природой, и очень интересно было бы исследовать там состав воздуха, продуктов питания и воды. Однако для этого нужны серьезные приборы и финансы. А пока имею на вооружении джентльменский набор для измерения параметров воды из трех тестеров. Это измеритель электропроводности солимер ТДС-3, PH-метр нонейм и ОВП-метр измеритель ЭДС ДСИ-2 ижевской фирмы ИКАР. Это обычные бытовые приборы, не внесенные в госреестр средств измерений. Так что мои замеры ни в коей мере не претендуют на истину в последней инстанции. Итак, измерение воды. В частности, меня интересует Кавказ, как район, известный долгожителями и сохранившейся природой. Хотя и там, конечно, велико влияние человека на окружающую среду. Я выбрал Кабардино-Балкарскую республику, как, пожалуй, одно из самых доступных мест для меня. На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики расположено озеро Тамбукан, известное своей лечебной грязью. Параметры воды в нём оказались такие. ОВП плюс 129 мВ, ПАЖ 8,7, общее солесодержание 8560 ppm. Родник усиления Белая речка. ОВП плюс 169 мВ, ПАЖ 7,8, общее солесодержание 191 ppm. Река Баксан у города Тернаус. На вид довольно мутная. Она питается ледниковой водой со взвесью песка. ОВП плюс 214 мВ, ПАЖ 8,1, общее солесодержание 50 ppm. Скважина глубиной 137 метров. ОВП плюс 159 мВ, ПАЖ 7,4, общее солесодержание 226 ppm. Холодная вода из водопровода, город Нальчик. ОВП плюс 218 мВ, ПАЖ 8,1, общее солесодержание 206 ppm. Для сравнения приведу показатели замера воды из Черного моря в районе поселка Дженикидзе. ОВП плюс 214 мВ, ПАЖ 8,4, общее солесодержание превышает предел измерения прибора, то есть более чем 9990 ppm. А теперь начинается самое интересное. При Эльбрусе между населенными пунктами Терскол и Эльбрус расположена поляна нарзанов. Здесь несколько источников и они бьют прямо из-под земли и разные по вкусу. Нарзан переводится как вода богатырей. Она богата железом, кальцием, магнием, натрием, калием. Вид настоящий марсианский, видимо из-за присутствия железа. Эту воду надо пить свежей, она не хранится. К сожалению не удалось замерить ее сразу из источника, а лишь через 4 часа. За это время ОВП мог сдвинуться в положительную сторону. Поэтому можно предположить, что в свежем нарзане ОВП может иметь отрицательное значение. Итак, ОВП через 4 часа плюс 7 мВ, ПАЖ 6,3, общее солесодержание 1260 ppm. В живописной курортной зоне города Нальчик, это столица Кабардино-Балкарии, расположена питьевая галерея, источник Нальчик. Построена в 1970 году. Глубина скважины примерно 2 км. Это минеральная вода, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая, кремнистая, слабощелочная. Применяется для лечения желудочно-кишечных болезней и заболеваний печени. Укрепляет костную систему, очищает кровь. ОВП минус 31 мВ, ПАЖ 7,8, общее солесодержание 834 ppm. Для примера взял дробленку. Это смесь отрубей и дробленых семян кукурузы, пшеницы и ячменя. Она используется как добавка для корма домашнего скота. Залил ее обычной холодной водопроводной водой из расчета 1 к 2. Накрыл и оставил на сутки в стеклянной банке при комнатной температуре. Напомню, параметры холодной водопроводной воды. ОВП плюс 218, ПАЖ 8,1, общее солесодержание 206. Через сутки получился вот такой живительный квасик с ОВП минус 654 мВ, ПАЖ 5,9 и общее солесодержание 767 ppm. Это, конечно, не является природным источником воды, а приведено для сравнения. Общие результаты представлены в таблице. Итоговый вывод. В большинстве исследованных проб ОВП положительный. Вода для питья, обладающая целебными свойствами, имеет отрицательный или около нулевой ОВП. Это нарзан и вода из галереи Источник Нальчик. В комментариях под видео напишите показатели вашей воды и в каком месте это было замерено. Уверен, многим будет интересно. Пейте живую воду и живите полноценно. С вами по-прежнему Сергей Добровода.